Музыка Компания наша находится в Южно-Сахалинске, остров Сахалин. Первая розничная компания начала свою историю с 1999 года с магазина премиум класса, который назывался Супермаркет Первый. Но спустя какое-то время мы поняли, что мы хотим дать людям формат более доступный в соотношении цены и качества, сделать посещение наших магазинов более комфортным и приятным. Мы пошли в формат семейных и назвали свою сеть Первые семейные магазины. Также в наш холдинг сходит пекарня. Мы полностью обеспечиваем себя хлебобулочными изделиями и кофейной мельницей. На сегодняшний день у нас 11 магазинов, супермаркетов, один премиального класса так и остался первый и 12 кофейной мельницей. До конца года мы планируем открыть еще 4 супермаркета в формате от 150 до 600 квадратных метров. Но больше мы предпочитаем сейчас уходить в формат магазину дома. Елена, скажите, вот сейчас на форуме, несмотря на то, что многие сети жалуются на экономику и на падение потребительского спроса, тем не менее, есть показатели роста и видно, что сети продолжают открывать магазины. Как вы переживаете сейчас изменение спроса и понижение среднего чека? Как вы на это отреагировали? Что вы у себя изменили и какие изменения чувствуете? На данный момент мы гибко подходим к изменению, к спросу. На самом деле мы не почувствовали на себе захода сетей федеральных. На данный момент к нам зашла сеть светофор дальневосточного округа Хабаровский край. Но трафик в нашей сети растет. В среднем он составляет в день вместе с кофейнями мельницы около 16 тысяч человек. Средний чек у нас не падает, потому что мы работаем постоянно с оптимизацией ассортимента. Мы ищем новые решения. Мы развиваем свое собственное производство под брендом «Домашняя кухня». И мы не падаем, мы растем. Скажите, а какой сейчас процент собственной кулинарии в общем ассортименте у вас? Процент достигает 25%. Вместе с пекарной мельницей мы хотим достичь этого процента до 30% его поднять. На данный момент мы с компанией «Евдевриз» разрабатываем уникальное производство, где мы будем предоставлять нашим клиентам охлажденную продукцию, использование модифицированного газа. То есть мы закупаем в Голландии поточные линии для упаковки такого продукта, что позволит нам увеличить сроки реализации, дать клиенту совсем другой, более качественный и свежий продукт. А если вот продолжать говорить о технологиях, все сейчас понимают, что диджитализация ритейла – это совершенно единственный путь развития. Насколько это важно для вас? Какие решения вы, возможно, в перспективе рассматриваете для внедрения? И насколько аудитория в вашем регионе готова к чему-то такому? Развивая технологии, конечно, мы ищем программный продукт, который нам позволит двигаться вперед, инновационно развиваться. На данный момент мы хотим внедрить кассы самообслуживания, мы хотим информационные интерактивные киоски поставить, о предоставлении наших рекламных акций. Также мы рассматриваем возможность установки электронных ценников. То есть мы хотим быть первыми. Наша компания называется «Первая розничная», мы хотим быть первыми на рынке Южно-Скалинска. На данный момент в компании работает 1200 человек, у нас имеется собственный учебный центр, где мы даем базовое образование, люди получают у нас сертификаты, люди приходят к нам, зачастую, зная, какие трудности на рынке труда, мы берем людей на нулевом уровне, даем им базовое образование и растим. Мы предпочитаем, конечно, растить внутренний кадровый резерв. У нас разработаны уникальные программы для повышения квалификации, для развития управляющих наших сетей, то есть менеджерского состава. То есть всех растите внутри? Мы растим внутри, да. Мы предпочитаем, потому что внешние кандидаты, как правило, очень тяжело входят в нашу компанию, в нашу систему, поэтому мы растим своих внутренних кандидатов. Ну и, наверное, последний вопрос. Несколько таких важных целей на ближайшее будущее? На ближайшее будущее мы хотим экспонсировать регион Южно-Сахалинск, выйти за пределы Южно-Сахалинска и открыться в северных городах острова, в южных городах острова. А кто там сейчас, с кем вы будете конкурировать? Мы сейчас конкурируем, наша местная сеть столичная на данный момент, больше пока никого нет. Спасибо, спасибо, Елена, большое. Спасибо.